Сначала мы немножко рассмотрим историю получения лекарств, о том, какими свойствами они должны обладать и почему они действуют, что нужно для того, чтобы появилось новое лекарство, которое можно использовать, и, наконец, почему многие лекарства не действуют. Конечно, люди всегда чем-то лечились, и животные пытаются лечиться, как вы знаете, кошки и собаки, и не только, потому что в природе существуют лекарственные средства. Прежде всего, это, конечно же, растение. Молодец в глубокой древности, еще до исторических времена, использовал разные природные вещества, в основном растительного происхождения, в качестве лекарства. Некоторые из этих лекарств были вполне действенными, а большинство из них не действовало. Ну и если мы видим какой-нибудь рецепт в средневековой книге X века про то, как изготовить и применять какое-то лекарство, то, скорее всего, это какая-то ерунда. Но на всякий случай стоил бы, конечно, этот рецепт воверить, потому что на каждом иностранном лекарстве приготовленном по какому-то странному рецепту, вдруг выясняется, что действует. Вот недавно в одной из самых древних средневековых английских рукописей нашли какой-то рецепт, что надо там смешать лук, парень, чеснок, вино и еще какую-то бычью желчку, и кипятить в медном сосуде. В общем, явная ерунда. Мы решили попробовать, а вдруг действует. И оказалось, что да, это лекарство достаточно действенно убивает бактерии, действует против некоторых инфекций лучше, чем даже современные лекарства. До сих пор мы получаем многие лекарства, просто выделяя их из живых организмов. Вот из бактерий, отчасти из грибов, получают многие антибиотики, лекарства, которые бывают бактерии. Из грибов были получены мощные лекарства, которые помогают справиться с таким очень распространенным заболеванием сосудов, атеросклероз, это заболевание, когда внутри сосуда образуется такая толстая пляшка, и жир в первом приближении начинает перекрывать просветные сосуды. Это, конечно, очень опасно. Тем более, она может порваться и совсем его закупорить. Пляшки эти образуются в связи с повышенной концентрацией в крови холестерина, а чтобы ее снизить, используют вот эти лекарства статины, которые первоначально получены из грибов. Из коры ядовитого хвойного дерева, тиса, ягодного было получено достаточно эффективное противораковое лекарство таксон, сравнительно недавно. И не так давно было одобрено для применения в клинической практике первое лекарство, выделенное из яда беспозвоночных. Конусы – это такие ядовитые улитки, и из их ядов удалось выделить вещество – кептид, белок, который в некоторых случаях можно использовать как эффективное обезболивающее средство при некоторых довольно редких вариантах боли. Ну и в этой связи ученые продолжают изучать все новые и новые виды бактерий, грибов, растений, животных, смотреть, какие вещества там в них присутствуют, в надежде найти какие-нибудь новые эффективные средства. Кроме того, в последние века, начиная с 19 века, на самом деле использование животных и растений даже расширилось, потому что появились новые варианты получения из них лекарственных средств. Вот, например, вакцины. Что это такое? Ну, обычно это убитый или ослабленный микроб, бактерии или вирус. Такого убитого и расслабленного возбудителя вводят в организм человека. Если есть опасность, что он заболеет, его иммунная система научается бороться с этим микробом и узнавать его. И когда мы встречаемся с каким-то уже настоящим таким живым, злым, сатогенным возбудителем, то болезнь либо не начинается вообще, либо протекает в легкой форме. Из тканей животных научились выделять ферменты и гормоны. Самый важный из них инсулин, который помогает лечить больных с сахарным диабетом. Я уже говорил про него на предыдущих лекциях. Ну и до какого-то момента единственным его источником были поджелудочные железы животных. В первую очередь свиней, потому что свиной инсулин оказался довольно похожим на человечество. Его можно было использовать в качестве лекарства, если, как следует, очистить от примесей. Кроме того, из крови животных и людей, либо переболевших какой-то болезнью, либо привитых от этой болезни, можно получить очень важное лекарство – лечебную сыворотку. Ее действующие начало – это особые белки, антитела, которые могут обезвредить любой яд и помогают нашему организму бороться с микробами и с их ядами. Если, например, человека кусает змея, то ему вводят лечебную противозмеиную сыворотку. Для каждой змеи там сбою, более или менее. Откуда берется эта сыворотка? В данном случае из крови животных, обычно лошадей используют в том, что не много крови, которым постепенно вводят маленькие дозы змеиного яда, и у них в организме вырабатывается все больше и больше антител, способных его обезвреживать. Потом эти антитела можно для лошадиной крови выделить и использовать для спасения человека, укушенного какой-нибудь коброй или другой опасной змеей. И поскольку многие из этих здесь перечисленных веществ – это, по сути дела, белки, то их можно получать с помощью методургенной инженерии. Про это я тоже немножко рассказывал. Вот теперь инсулин, например, не выделяют из поджелудочных желез свиней, а вводят в бактерии геночеловеческого инсулина и заставляют эти бактерии производить наш человеческий белок. И потом используют его в качестве лекарств. Ну и то, насколько важно искать новые лекарственные средства в сущности, можно сказать, в дикой природе, показывают то, что за такие работы была присуждена последняя недавняя Нобелевская премия в области физиологии и медицины. Вот эти первые два товарища Эмгл и Амура получили лекарства, которые эффективно убивают многих паразитов и прежде всего очень опасных круглых червей и лярия, о которых я тоже рассказывал на одной из лекций. И исходно это вещество было выделено из одного единственного штамма, одной единственной разновидности почвенной бактерии, которую нашли в почвах где-то в Японии. И больше нигде ее найти потом не удалось. Правда, надо сказать, что исходное вещество было не таким эффективным, ему пришлось немножко модифицировать. Но, тем не менее, даже вот это исходное природное вещество убивало червей, помогало с ними бороться, а когда его мнение передоизменили, оно вообще стало замечательным средством. А третий лауреат этой Нобелевской премии в физиологии и медицине, это, наверное, первый гражданин Китая, еще к тому же женщина, которого получила китаянка, как его зовут, Ту Ю Ю, да, нам трудно произносить такое имя, просто выделила природное вещество из одного из видов полыни, как раз воспользовавшись, кстати, старинными рецептами. И оказалось, что если его аккуратно выделять, не нагревая растения, как обычно делают при экстрации веществ, а при низкой температуре, то оно сохраняет свои свойства и является сейчас одним из самых эффективных лекарств от малярии, которое повсеместно используется. Значит, есть смысл искать лекарства среди разных живых организмов, бактерий, растений, за это даже можно получить Нобелевскую премию. Основа лекарств – это, как правило, одно какое-то вещество, но иногда это смесь веществ, которое называется «действующее начало». Вот почему, например, как лекарство от малярии действовал экстракт коры хинного дерева, который до сих пор там отчасти используют? Потому что там содержится конкретное вещество хинин, и оно-то и помогает убить маляриных плазмодий, возбудительный малярии. Почему можно получить лекарство из макро, потому что там содержится мощное обезболивающее, морфин? Почему действует какой-нибудь там экстракт или трава на перстянке? Потому что там есть вещество, которое усиливает сокращение сердца и помогает при сердечной недостаточности и гидоксиде, ну и так далее. И эти действующие начала, а это почти всегда органические молекулы, довольно сложные, можно видоизменять, модифицировать. При этом при небольшой химической модификации радикально меняются их свойства. Вот из мака выделяют морфин, который используют как обезболивающее в тяжелых случаях, когда ничего другого не помогает, потому что это к тому же наркотическое средство, оно вызывает привыкание, то есть использовать его достаточно опасно. Если чуть-чуть его модифицировать, видите, там заменить одну химическую группу на другую, то он превращается в КДН, средство от кашля, в общем практически безобидное, которое никакого привыкания в целом не вызывает. А если еще его немножко модифицировать, то морфин превращается в героин, мощнейший и самый опасный из всех наркотиков, которые вызывают почти мгновенное привыкание, и тех, кто его употребляет, очень быстро приводит к гибели. Ну и эта идея, что действующее начало можно модифицировать, возникла почти одновременно с такой идеей, что лекарства вообще можно синтезировать искусственно. В общем, органическая химия, можно сказать, как наука, возникла в середине 19 века, и довольно быстро были искусственно синтезированы первые лекарства. Одним из первых был аспиризм. Вот видите, у меня довольно простая такая формула, да? А в конце 19-го, в начале 20-го века появился ученый, который получил Нобелевскую премию, правда, не за это, но мог бы получить и за это, потому что он разработал основные принципы получения искусственных синтетических лекарств. Этого ученого звали Паула Эрлих, и эти основные принципы действуют до сих пор. Ну, известно очень много органических веществ, среди них большинство полученных искусственно человеком или значительная часть, и надо методом перебора найти среди них вещества, которые хоть как-то действуют. Например, если вы хотите найти антибиотик, лекарство, которое умывает бактерии, перебираем все вещества, катываем пробивку с бактериями, смотрим, от каких веществ там они потопли. Дальше надо с теми веществами, которые обладают какой-то активностью, работать, химически модифицировать их, предоизменять, пытаться улучшить их свойства, увеличить их эффективность, увеличить их безопасность, то есть уменьшить ядовитость для человека, чтобы их можно было использовать в качестве лекарства. И дальше отобрать наиболее многообещающее, ну, когда-то надо было работать с сотнями веществ, сейчас уже часто удается отобрать десятки, ну, и испытывать его разными способами, как я потом расскажу. Причем идея Эрлиха заключалась в том, что лекарство должно обладать свойствами, как он говорил, волшебной пуле. Оно должно само находить мишень, как волшебная пуля сама летит в мишень, куда бы мы ее не выпустили, и действовать на эту конкретную мишень. Какую мишень? Какую-то молекулу, которая есть, например, у микроба, если мы хотим его убить, и которой нет, или который имеет другое, то нашим собственным клеткам. Понятно, в чем идея, да? Что клетки-микробы чем-то отличаются от наших, и надо найти такое лекарство, которое для микроба будет вредно, смертельно, а на наши клетки действовать не будет, не будет убивать человека. Кроме того, Эрлих, ну это было понятно и так, догадался, что активность зависит от того, какое строение имеет молекула, и если мы знаем, как, например, устроена молекула морфина, знаем ее строение, структуру, то молекулы со сходными свойствами среди похожих построений веществ. Что он иначе делает? Вообще, на идею заняться поисками синтетических лекарств, его навело знакомство с анилиновыми красителями. В конце 19 века их начали производить в больших количествах и использовать вместо естественных красителей для краски тканей. Потом оказалось, что это производство очень вредное, большинство, кто там заняты, заболевают раком сами, они тоже довольно ядовитые, и популярность их снизилась. Но тогда это был последний вообще крик моды, появились новые яркие чистые краски любых цветов. И вот, поскольку эти краски избирательно окрашивают бледки некоторых микробов, у Эрлиха возникла идея, что эти краски можно как бы модифицировать, сделать более ядовитыми для микробов и использовать как лекарство. И он занялся такой работой. А в качестве объекта, с которым он решил бороться, он выбрал такого довольно опасного микроба, бледную спирохету, которая вызывает смертельную болезнь, передающуюся половым путем, сифилис, решил бороться с этой бедной спирохетой. И он решил ошибочно, что это родственник возбудителей другой опасной болезни, сонной болезни. На самом деле они совершенно не родственные. Возбудитель сонной болезни – это эукариот, клетки его имеют в ядро, а возбудитель сифилис – это бактерия, бледная спирохета. Но тогда считали, что это родственные организмы. Ну и какие-то лекарства, которые до этого использовались, довольно ядовитые соединения мышьяка. Он решил попробовать. Не будут ли они помогать против бледной спирохеты. Перебрал массу веществ и, наконец, получил один из препаратов в 1907 году, который получил название препарат 606. Потому что до этого он перебрал несколько сотен веществ. Это было, правда, не 606 веществ, но больше сотни. Среди них нашлось одно, которое убивало бледную спирохету, но не убивало подопытных кроликов, которых удалось заразить этой спирохетой. Выяснил это его помощник тоже, кстати, японец. И уже через два года, три года, это лекарство начали широко. Но не обошлось там без всяких проблем. Выяснилось, например, что его нельзя хранить на воздухе, его надо хранить только под слоем масла, иначе оно портится. Что врачей довольно долго надо обучать, как его правильно использовать. Его приходилось впрыскивать с помощью сприца. Иначе возникают такие серьезные осложнения. Но все равно оно было настолько эффективнее всех предыдущих лекарств, что сразу же завоевало большую популярность и, в общем, спасло множество жизней. Вот с этого началась эра синтетических лекарств. А потом, через много лет, было получено другое соединение мышьяка, вот химический символ мышьяка, осеникум, которое действительно оказалось эффективным средством против сонной болезни и используется до сих пор иногда. Следующим таким важным этапом в создании синтетических лекарств было открыто первое антибиотик. Первым антибиотиком часто называют пенициллин. Это правильно, если считать антибиотиками вещества природного происхождения. Но если давать более широкое определение, что антибиотики – это просто все вещества, которые убивают бактерии, то тогда первым антибиотиком был вовсе не пенициллин, а вот такое вот соединение – фронтозил, которое называют еще красным стриптоцитом. Оно действительно было ярко-красным, и можно было окрашивать волосы или ткани в ярко-красный цвет. В период дефицита товаров мы так и использовали иногда, потому что стоило достаточно дешево. Его получил на основе другого соединения сульфаниламида другой немецкий ученый, Герпольд Домак. Ну и вскоре после того, как он открыл противомикробную активность, испытал это лекарство сначала в пробирке, а потом на мышах, его дочь неудачно поранилась иголкой. У нее началась трептококковая инфекция, и было понятно, что она либо умрет, либо ей придется отрезать руку. И тогда он рискнул и без всяких клинических испытаний дал ей большую дозу этого лекарства, нового, неиспытанного, и она выздоровела. Он никому об этом не рассказал, но через пару лет, проведя уже настоящие клинические испытания, опубликовал свои результаты, и начиная с 1935 года это лекарство стали использовать в медицине. Этот красный стрептоцит в организме расщепляется, как выяснилось. Это довольно важная особенность лекарств. Принимаем мы одно вещество, а в нашем организме оно превращается в другое. Как правило, это происходит в печени. И выяснилось, что, собственно, бактерии-то убивают вот это вот вещество, которое образуется в организме человека, или кролика, или мыши, а это менее эффективно. И помогает оно против бактерий потому, что бактериям нужно работать с похожим по формуле веществом, вот таким вот, которое называется параминобензоинная кислота, и которое один из ферментов бактерий превращает в нужный ей продукт. Можно сказать, что эта параминобензоинная кислота – это витамин для бактерий. Без нее она не может жить, а наши клетки могут, потому что они продукт получают в готовом виде – из пищи. Что надо сделать? Надо заблокировать работу ферментов. В данном случае мишень – это фермент бактерий. А что такое фермент? Может кто-то знает, помнит? Белок, который что умеет делать? Который ускоряет данную реакцию в тысячу. Ускоряет химическую реакцию, не обязательно расщепляет, в данном случае можно синтезировать, который ускоряет какую-то химическую реакцию. Отравим этот фермент, заблокируем его. Для этого подойдет лекарство, которое похоже на то вещество, с которым он обычно работает. Только вот это вещество он присоединяет на время, потом превращает во что-то, и оно отделяется. А лекарство прилепнет к нему и не будет отлипать. И больше уже этот фермент работать не сможет нормальным способом. Понятно, да, какая идея? Мы заблокируем работу фермента, который есть в бактериальной клетке, ей жизненно необходимы, которого нет у нас. Вот этот фермент является вишеньем в данном случае. Ну, дальше появился первый, более известный антибиотик, пенициллин. И хотя открыли его раньше ферментозила, но в клиническую практику он был введен позднее. Его очень долго не удавалось выделить в чистом виде, не удавалось определить его структуру, не получалось наладить как следует его выпуск. Но зато он подоспел как раз вовремя, к началу Второй мировой войны. Поначалу ни у каких бактерий не было к нему устойчивости, и он действовал просто как какое-то волшебное средство, как живая вода. Буквально воскрешал из мертвых людей с безнадежными ранами, с безнадежным воспалением легких и так далее. Кстати сказать, вишень пенициллина это тоже фермент, который отвечает у бактерий за синтез клеточной стенки. Клетки большинства бактерий окружены клеточной стенкой. И если работу этого фермента подавить, то поделившись, бактерия остается наполовину ловой, потому что новая половина клеточной стенки в нее не образуется. Такая бактерия в большинстве случаев просто лопается, подумайте почему, и погибает. Так что если бактерии не делятся, а сидят смирно, то пенициллина их не убивают. Но большинство бактерий, когда они заражают человека, ведь делятся, начинают размножаться, а делящихся бактерий пенициллин убивают. Ну вот, и тут тоже удалось использовать идею о том, что природное вещество, а пенициллин это природное вещество, которое выделяют, как вы знаете, все, конечно, из плесневого гриба, пеницила, да? Природное вещество можно модифицировать, немножко видоизменить, и оно будет действовать похожим образом, но может быть более эффективно. Вот эти модифицированные полусинтетические пенициллины используют достаточно широко до сих пор, потому что пенициллину у многих бактерий выработалась устойчивость, а вот эти полусинтетические лекарства служат его эффективной заменой. Они до сих пор служат на меры и права. Что же изменилось с тех пор, как Пау Лерлих придумал основные принципы получения синтетических искусственных лекарств? Ну, кое-что все-таки, конечно, изменилось. Гораздо больше известно органических веществ, сейчас в базах данных есть структурные формулы, данные о строении 10 миллионов разных веществ. Их очень много. А самое главное, гораздо больше известно про те мишени, на которые они, в принципе, могут подействовать. Ну, например, про какие-нибудь ферменты, бактерии. Вот мы знаем, как устроен фермент, показан участок его поверхности, и мы знаем, как устроен тот кусочек этой молекулы, который связывает субстрат, то есть то, что он будет видоизменять, то, с чем он работает, его рабочий участок, понятно, да? Мы знаем форму этого субстрата, и мы можем подыскивать из 10 миллионов известных веществ все вещества с похожей структурой, в надежде, что они сделают что? Застебляют, работают. Залипнут туда, да? Не отлипнут, и выключат его, и он не сможет работать, и бактерия умрет. Понятно? Ну, если это противобактериальные вещества, например, просто, да? Вот компьютер подбирает там все известные вещества, которые связываются с каким-то активным центром, понимает, что этот активный центр, наверное, имеет какую-то такую форму, дальше уже может искать вещества с похожей формой, а дальше, когда он находит там 100 таких веществ, то он тоже сравнивает их с известными веществами по их свойствам. Вот, например, такая формула, да? Вот предполагается, что это будет эффективное лекарство, которое будет там подавлять активность какого-то фермента, но компьютер, сравнив это все с данными, из базы данных, говорит, похожие вещества могут вызывать уродства у новорожденных. Будьте осторожны, проверьте их действия. Или похожие вещества могут повышать риск развития рака, могут быть канцерогенными. Проверьте их на канцерогенную активность. То есть первые этапы поиска лекарств значительно облегчили, за счет того, что мы просто гораздо больше знаем. Но дальше приходится пройти такой же или, может быть, даже более сложный фунт. Естественно, поскольку мы гораздо больше знаем про мишени, то лекарства за последние 50 лет стали гораздо более специфичными. Мы это на конкретных примерах тоже рассмотрим. Например, бывают лекарства, которые там блокируют сразу 10 ферментов, а это может вызвать осложнение. Мы хотим, чтобы они блокировали только один из этих пяти. Бывают лекарства, которые действуют на какие-то белки, рецепторы на поверхности всех клеток гладких мышц, а мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы лекарство действовало только на гладкие мышцы, например, в бронхах. А поскольку там свой особый вид мишени, какой-то белок, да, то можно подобрать такое лекарство. И таким образом уменьшить побочные эффекты. Ну и в последние годы начали подбирать лекарства, которые более эффективны, уже действуют на конкретных больных. В зависимости от особенностей их генотипа и того, какой формы болезни они болеют. Итак, современные лекарства действуют, потому что они действуют на какую-то конкретную мишень. Это либо фермент, либо в очень многих случаях белок-рецептор, который на поверхности клетки воспринимает какие-то сигналы, либо реже что-то еще из этой начинки, например, молекулы РНК или ДНК. Ну и вот давайте вернемся к аспирину, как обещали, который все-таки рекордсмен, наверное, среди всех искусственных лекарств по долгожительству и, кстати, по объему продаж. Мы до сих пор на первом месте в мире. Вот видите, его выделили из пивого и корыща в XVIII веке. Одним из первых органических веществ синтезировали, а в конце XIX века начали производить в промышленных масштабах и широко применять. И напроизводили его с тех пор какие-то сотни миллионов тонн буквально. Неимоверное количество. Но так довольно часто бывает. Это показывает, что все-таки медицина до сих пор неточная наука, и даже часто вообще не наука, а искусство. Неизвестно было, как он действует. Он действует, помогает, снимает боль, уменьшает воспаление, снижает температуру. А почему никто не догадывался до 70-х годов? И только в 70-е годы стало известно, что он блокирует работу важных ферментов, цикловоксигеназ, которые производят некие вещества, простагландины, выполняющие в организме множество всяких функций. Причем основные два фермента, которые он блокирует, вот тут обозначены, циол-обиды, циол-два, отвечают за синтез разных сигнальных веществ, разных простагландин. Вот то, что он блокирует вот этот фермент, аспирин, это в общем и целом хорошо, потому что это приводит к снятию боли и воспаления. А то, что он блокирует вот этот фермент, это в общем-то плохо, потому что это часто вызывает повреждения слизистой оболочки желудка и развитие там кровотечения, иногда язвы желудка, и уменьшает свертываемость крови, а это тоже повышенный риск кровотечений. Может пойти кровь из носа так, что не остановишь, но это еще ничего. А если кровь пойдет из сосуда где-нибудь в мозге, то можно и умереть, да? А риск повышается. Ну, с другой стороны, все есть яд, все есть лекарство, все зависит от дозы. В большой дозе, в такой дозе, которая снимает боли и воспаления, аспирин делает вот эти вот опасные побочные эффекты. А в маленькой дозе, в 10 раз меньше, он понижает свертываемость крови, но не так сильно, а это для многих людей полезно, потому что многие люди помирают от тромбов, от того, что кровь свертывается внутри соса. Когда мы видим в аптеке надпись «кардиоаспирин», это просто обычный аспирин, только низкой дозировки. Но все-таки, конечно, хотелось бы найти и такие лекарства, которые вот эти полезные эффекты вызывают, да, а вот эти вот опасные побочные эффекты не вызывают, то есть обладают более избирательным действием. И такие лекарства действительно сейчас найдены, они производятся, продаются в аптеках, но стоят они существенно дороже, чем аспирин, но не вешеные деньги. Вполне можно покупать и использовать. В то же самое время оказалось, что у аспирина, и это довольно часто так бывает, есть еще несколько механизмов действия. И один из них был открыт, вот видите, совсем недавно, в 2012 году. Одно и то же лекарство может действовать на множество всяких биохимических процессов в клетке, и поэтому не случайно аспирин в низких дозах начали использовать не только для снятия боли, воспаления, снижения температуры, но и в других ситуациях. Например, многим людям, ну вот таким, вроде меня, там, которым лет по 50-55, рекомендуют пить небольшое количество аспирина постоянно, потому что это резко снижает риск инфаркта, вызванного тромбом в сосудах. Оказалось, что те же низкие дозы аспирина довольно сильно снижают риск заболеть раком, потому что возникновение раковых заболеваний связано с хроническими воспалительными реакциями в организме. Любое воспаление лучше лечить, лучше не оставлять его без внимания. А аспирин снижает воспаление, и снимает воспаление. И его можно в этом качестве использовать. Но все это, конечно, можно делать только после консультации с врачом, потому что не надо самому начинать, сразу пить аспирин, да, даже в низких дозах, потому что все это зависит от других болезней, от пола, от возраста и от прочих сопутствующих обстоятельств. Не только у аспирина, но и у любого, наверное, лекарства есть какие-то помощные, вредные эффекты. И в каждом случае надо оценивать, что перевешивает. Польза или вред, уменьшение риска одних болезней или увеличение риска других. Вот мы говорили, что лекарство – это, по сути дела, действующее начало, вещество, да? Но вещество нельзя просто так выделить и дать о нем пробежке. Его надо выпустить в виде лекарственной формы, как говорят. И путь от действующего начала к лекарственной форме – это тоже путь достаточно сложный и часто долгий. Вот вы помните, я говорил, что трудно было хранить серверсан, потому что он на воздухе поздно. Его надо было уклонить под слоем масла. Ну, кому это понравится? Если лекарство хранится только под слоем масла, в запаянной ампуле, да еще, например, в холодильнике. А как только вы его вынимаете, там, из этой ампулы или из холодильника, оно сразу портится. Это неудобно. Значит, нужно, чтобы оно нормально хранилось на свету, на воздухе, при комнатной температуре. Вот, в частности, поэтому даже при кишечных инфекциях, против которых были бы вполне эффективны бактериофаги, их применяют редко, а антибиотики применяют часто. Что такое бактериофаги? Это вирусы, которые могут убивать бактерии. Замечательно. Бактериофаг может не всех бактерий убивать подряд в нашем кишечнике, а убивать только болезнетворные бактерии, возбудительные какой-нибудь там дизентерии, да? Все наши полезные бактерии, симбиоты останутся в живых. Как замечательно. Подобрать бактериофагу против каждого возбудителя кишечной инфекции, и все будет хорошо. Но широкого использования они до сих пор не получили. Но, может быть, получат, если не останется эффективных антибиотиков. Но пока не получили. Потому что их хранить гораздо сложнее. Вирус – это белок плюс ДНК, да? А это вещества химически нестойкие. Они со временем портятся, особенно при комнатной температуре, особенно на свету. Их надо там хранить в холодильнике, они быстро выходят из строя. Но антибиотики используются, конечно, гораздо удобнее. Хотя они менее избирательны. Дальше. Конечно, плохо, если надо выпить целый килограмм какого-то лекарства. Не годится. Времени не хватит 10 килограмм таблет. Значит, оно должно действовать в низкой дозе, чтобы было удобно принимать или вводить в виде инъекции. Оно должно растворяться в воде, желательно. Дальше надо иметь в виду, что если вы глотаете таблетку, то она первым делом попадает в желудок, а в желудки довольно крепкий раствор кислоты. И если это лекарство неустойчиво к действию кислоты, то оно быстрее разрушится, чем сосется, и не будет действовать. Значит, вот эти вещи тоже надо учитывать. Нужно, чтобы оно действовало определенное время. Плохо, если таблетка действует только час, а через час перестает. Ну что ж, каждый час, главное, таблетки. Удобнее, если таблетка будет действовать хотя бы 6 часов, получит 12. А еще лучше сутки, тогда можно пить лекарство один раз в день. Но важно при этом, чтобы лекарство не действовало слишком длительное время, потому что тогда оно может начать накапливаться в организме, его тозы начнут расти, и в конце концов какие-то наши клетки от этого погибли. Можно отравиться лекарством, которое накапливается в организме. Очень важное требование к лекарству, чтобы оно не вызывало привыкания. Что такое привыкание? Вот лекарство действует? Да. Я думаю, что привыкание, когда кто-то лекарство постоянно принимает, понимаешь, а кто-то уже не может без этого лекарства, а кто-то не может без этого. Да. Во-первых, не может без этого лекарства. А еще есть одна очень важная черта привыкания. Можно отзнать привыкание. Какая черта? Вот где не может без этого лекарства, это одно. А еще что? Да. Бывает, что это лекарство очень хорошо, поэтому просто нельзя от него отгадаться. Это ты уже не можешь обойтись без этого лекарства. Оно перестает действовать в прежней концентрации. Вот в чем проблема. Приходится все время увеличивать дозу. Потому что чувствительность клеток к нему снижается со временем. И это, увы, характеризует очень многие лекарства. Поэтому говорят, курс лечения, например, 2 недели, потом сделайте перерыв в месяц. Почему это? Врачи такие злые, не хотят, чтобы вам было постоянно хорошо. Оно же вам помогает. Почему нельзя это постоянно? Потому что он перестанет помогать. Вполне возможно, что к нему выработается привыкание. Тогда понадобится увеличивать дозу. А эта большая доза будет вызывать больше побочных эффектов. Ну и так далее. Ну и понятно, что нам всем хочется, чтобы лекарство хорошо и эффективно действовало, помогало при его использовании, и при этом не очень дорого стоило. А многие лекарства чрезвычайно дорого стоят. Особенно те, которые действительно помогают в каких-то серьезных случаях, от серьезных болезней. Вопрос, почему? Ну, отчасти понятно, почему. Потому что их производят компании, там компаниями руководят капиталисты, и они хотят получить большую прибыль. Но надо вам сказать, что это не только их злая воля. Иногда эта высокая цена на лекарства, это суровая необходимость, которая необходима для того, чтобы хотя бы вернуть затраченные деньги. Не остаться в убытке. Ну понятно, остаться в убытке они точно не хотят, потому что очень много денег нужно затратить для того, чтобы сделать новые лекарства. Ну, сначала нужно финансировать научные исследования, естественно. Там организовать лабораторию, да, нанять ученых, платить им зарплату. Многие ученые, биохимики, моркулярные биологи работают именно в фармацевтических компаниях, ищут новые лекарства. Это одна из массовых профессий для людей, которые кончили там кафедру биохимии и биологического факультета. Так что, если вы будете заниматься геологией, наверняка кому-то из вас придется этим тоже заниматься. Ну, дальше там нашли действующее начало. Тут нужно уже нанять юриста, чтобы он получил патент на это вещество, чтобы за вами был заприкан приоритет, и вы потом могли его продавать. Остальные бы платили вам деньги, если его использовали. Дальше надо провести доклинические испытания. Это испытания, которые проводятся там в пробирке, на каких-то веществах, на культуре клеток, на мышах, в общем, не на человеке. Если они прошли успешно, то надо организовать клинические испытания. То есть испытывать это, кажется, уже на люди. Потом надо собрать все документы, оформить все это там тщательнейшим образом, отвести в соответствующую инстанцию, которая есть в любой стране, и там заседают чиновники, бюрократы, и это лекарство заинестрируют, получить разрешение на его использование. Но параллельно надо наладить его выпуск в необходимых количествах. Для этого нужен там завод какой-нибудь, или вам придется построить завод, или договориться с каким-нибудь заводом, который производит уже похожее лекарство. И только тогда вы можете выпустить это лекарство на рынок. Что из этого наиболее сложно? Как ни странно, пожалуй, наиболее сложно вот эти два этапа. Клинические и клинические испытания. Сейчас я объясню, почему. Сначала мы смотрим, как действует это вещество в пробирке, на уровне вот этих вот тех молекул, там ферментов или чего-то еще, потому что лекарство с неизвестным механизмом действия, с очень большим сомнением, будет выпускаться на рынок, и, скорее всего, оно просто не получит разрешение. Значит, нужно описать механизм его действия. Ну, параллельно надо решить вот все эти проблемы превращения его в лекарственную форму. Ладно, это ладно. Дальше надо испытать его на культуре клеток, в том числе на культуре клеток печени человека. Почему? Если меня внимательно слушают, то в адресе... Нет, не в этом дело. Нет, неверно. Да. Да, но проблема не в том, что оно там будет задерживаться. А в чем? В печени она щепляется. В печени оно может превратиться в 10 других веществ. Причем в печени мыши оно превратится в одни 10 веществ, а в печени человека другие 10 веществ. И для мыши эти 10 веществ могут оказаться не ядовитыми, а для клеток печени человека ядовитыми. Поэтому без культуры клеток человека обычно сейчас не обходится ни одно доклиническое испытание. Ну, а дальше наступает очередь животных. Причем не всегда это мыши, это могут быть крысы, кролики, иногда в некоторых случаях там поросят или какие-нибудь ягнята. Все зависит от обстоятельств. И надо проверить массу всех этих параметров при воздействии этого препарата на животных. К этому еще вернемся, какие там параметры надо проверить. Ну, подумаешь на животных. Взял там 10 мышей, испытал там лекарства, все 10 выздоровели, а 10, которым не давали лекарства, не выздоровели, а умерли. Вот и хорошо. Что-то такого сложного. Нет, этот номер не пройдет. Потому что для того, чтобы проводить испытания на животных, вам надо иметь специальный, так называемый, сертифицированный биварий, где животные содержатся в строго определенных, причем почти стерильных фактически условиях. Человек, который с ними работает, одет на такой костюм, что в нем чуть ли не в космос можно выходить. В этом биварии должен быть специальный шлюз. Человек заходит туда, там водится под душем, снимает всю одежду, потом надевает там новую одежду. И только тогда входит к животным. Все эти животные должны иметь одинаковый генотип, относиться к одной чистой линии. А получить такую чистую линию, это тоже там целая история. Хорошо, что этим занимаются часто другие люди, где те, кто делают лекарства. Короче говоря, построить и эксплуатировать такой биварий стоит гигантских совершенно денег. Это может обойтись, не знаю, в 100 миллионов тонн. Но это только первые шаги. А дальше начинается самое главное – испытания на людях. Клинические испытания. Эти клинические испытания обычно проходят в три фазы. Сначала берут здоровых добровольцев, которые ничего не болеют, дают им это лекарство и смотрят не по-плохее для него. И смотрят, насколько оно безопасно. Это самое простое, легкое. Дальше берут уже в руку больных людей и смотрят, вообще поможет ли им это лекарство хоть сколько-нибудь. Но на самом-то деле, конечно, что значит эффективность? Помогает. Дальше надо сравнить его с существующими лекарствами, которые тоже помогают. Может, оно помогает, но хуже. Тогда какой смысл выпускать его на рынок? Тогда нечего на рынок. Надо доказать, что оно лучше уже существующих лекарств. Ну и наконец, вот эта третья фаза, видите, сейчас какие-то требования. Это должно быть несколько тысяч больных, которые независимо обследуются в разных центрах, круче в разных странах преимущественно. И данные о безопасности и сравнительной эффективности по сравнению с другими препаратами надо очень внимательно изучить и подтвердить статистически. Что такое подтвердить статистически? Это отдельная вообще важная история. Этим занимается целая большая область медицины, доказательная медицина. Сейчас, слава богу, студентам-медикам начали все-таки читать курсы в этой области. Они ведь немножко понимают, как это делать. Ну и дальше четвертое. Это уже ретроспективная такая фаза клинических испытаний. Когда оно же введено в практику, за его эффектами, за его результативностью продолжают следить. В течение достаточно долгого времени. Не вызывает ли оно какие-то отдаленные последствия через 5 лет, вредные. Не вызывает ли оно какие-то редкие случаи смерти, например, больных. Так бывает. Вот все принимают это лекарство, один человек из 10 тысяч вдруг умирает. Так бывает. Тогда надо разбираться. Причем требования к вот этой третьей фазе клинических испытаний очень жесткие. Они считаются состоявшимися, только если удовлетворяют всем этим требованиям. Давайте по нему быстренько пройдемся. Что такое перспективное исследование? Это значит, что вы заранее пишете план исследования. Например, я даю там это лекарство каждый день в такой-то дозе 3 раза в день. Состояние больных я буду проверять на 3, 5, 10 день. И только в эти даты я буду сравнивать их состояние с теми, кто не получал этого лекарства, а получал какое-то другое. Этот план там пишется заранее, сдается контролирующим органам, и вы не можете от него отступить ни на шаг. Вы должны придерживаться этого протокола. Ну, понятно, что у вас там есть 2 группы больных, и вы их сравниваете. Одним даете, например, лекарство, а другим, если болезнь не слишком тяжелая и не слишком серьезная, даете так называемую плацебо или пустышку. Что это такое? Таблетка, которая так же выглядит, в такой же оболочке, имеет такой же вкус, только не содержит действующего начала. Никакого лекарства там нет. А если болезнь серьезная, то вы не можете, конечно, половину больных оставить без лечения. Тогда вы даете им другую лекарство, предыдущую, и сравниваете их с между собой. Очень важно выбрать эти 2 группы больных. Как выбрать? Не по своей воле. Вы должны выбрать, во-первых, больных, чтобы они в этих 2 группах были примерно одинаковые. Если в одной группе будут молодые люди, которым по 20 лет, а в другой стреки, которым по 80 лет, нельзя сравнивать. Это понятно, да? Если в одной группе окажется только женщина, а в другой мужчина, это тоже плохо. Значит, они должны быть примерно одинаковые, с одинаковой формой болезни, но даже таких больных по этим 2 группам вы не можете раскидать сами. Вот ты, Вася, иди налево, а ты там, Петя, направо, да? Нет, за вас это должен делать генератор случайных событий, компьютер. Подбрасываем монетку, там выпал орел, Вася идет налево, выпал орешка, он идет направо. Подумайте, почему. На самом деле, не трудно догадаться. Одно из важнейших требований, которые не так уж просто выполнить, это то, что такие следования должны быть двойными слепыми. Они проводятся по двойному слепому методу. Что это значит? Что вы можете сказать, что это значит? Это, допустим, ученые вытеки, то, что иногда доктора, так сказать, не знают... Что такое двойной слепой метод? Да. Одинарный, это когда больной не знают, что ему дают, лекарство или пустые школы. Правильно. Одинарный... Сейчас... Одинарный слепой метод, это когда больной не знает, что ему дают, лекарство или пустые школы. Одинарный слепой метод не знает, и больной не знает, и даже врач какого-то не знает. Правильно. Совершенно верно. Значит, не только больной, не только больной не должен знать, что ему дают, лекарство или пустышку, но и врач не должен знать, что получает данная группа больных, лекарство или пустышку. Ну и, наконец, надо правильно сравнить результаты по одним группам. До этого надо хорошо владеть методами математической статистики. Ну и получается, чтобы все это выполнить, надо потратить 10 лет по разным оценкам, примерно 500 миллионов долларов США, потом его зарегистрировать, а до этого туда надо привезти грузовик документов. Тонну, кубометр бумаги. А вероятность того, что после этого вы получите одобрение, примерно 1 пятая. В 4 случаях из 5 вы не получите. Теперь понятно, почему лекарства такие дорогие. Ну, хотелось бы, конечно, побыстрее 10 лет, еще и подешевле, что-то они там дорого стоят. Так сделали до середины 20 века. Пока не случилась такая вот ужасная трагедия, в середине 20 века не родилось несколько тысяч вот таких людей с упороченными руками. Этим еще повезло, у них еще ноги хотя бы нормальные, а у многих были и ноги такие же, как ласты. Видите, уродство вызывало такое лекарство, это ледомит, которое рекомендовали, как такое легкое, снотворное, успокаивающее действие, да еще побагает при тошноте, там при беременности. его прописывали беременным женщинам. Но потом появились сообщения, что он вызывает некие заболевания, осложнения, воспаления нервов. И в США нашлась такая принципиальная тетка, но тетка довольно грамотная, она была одновременно и доктором, и там кандидатом биологических, и кандидатом медицинских наук, которая наотрез отказывалась давать разрешение на использование этого лекарства на рынке. На самом деле она стала национальным героем в США, вот вы медаль за это даете, за ее принципиальность. Потому что вскоре появились сообщения о том, что связано с использованием теталиномида и рождением детей с вот такими страшными рожденными уродствами. Но возродился, конечно, галдиозный стандарт. Лекарства это опозраясь, но не сразу. Фирма крупная, которая его производила, еще некоторое время порыслилась. Дальше, естественно, начались суды, и разработчиков этого лекарства не осудили, потому что они все делали вроде бы как полагается, ничего не нарушили. Жертвам пришлось в течение многих лет выплачивать компенсации, причем в основном за счет государства это делалось в большинстве стран. Только в 2012 году представитель этой компании впервые официально извинился за эту трагедию. А в мире родилось, как видите, 10 тысяч детей с такими тяжелыми уродствами. После этого, естественно, во всех странах правила испытания лекарств были сильно ужесточены. Это мы пропустим, потому что как он действует, не очень понятно, этот таледомит. А вот удивительно, что у многих животных он не вызывает, если его давать беременным самкам у рожденных в родстве. Неизвестно, испытывали ли его на беременных мышах, например, но если бы даже испытывали, то, скорее всего, ничего бы не удалось. Пропустили его. А вот если бы его начали испытывать хотя бы на одном виде обезьян, то тогда эти рожденные родства обнаружились. Но противники жестокого обращения с животными говорят, что же там лекарства на всех животных, что ли, подряд испытывать? Вот испытали на мышах и ничего не обнаружили, испытали на собаках, ничего не обнаружили. Что же вы хотите? Зачем вообще ставить эти опыты на животных? В каких сомнительных случаях ставьте опыты на обезьянах, куда деваться? Да, дорого, да, обезьян жалко, но детей еще жальче. Другого выхода нет, потому что ни на культуре клеток, как вы понимаете, ни тем более на молекулах, нельзя обнаружить такое эффект лекарства, как рожденное родство новорожденное. Он там просто не проявится. И что же, талиндамид запретили? Да, на время да. Но потом он снова вошел в практику, потому что один врач, вот, где этот врач? Вот, вот этот вот. Яков Шестер. Вспомнил, что этот талиндамид обладает снотворным и обезболивающим действием. А в его госпитале в Телевизе умирал больной от проказа тяжелым и неизлечимым заболеванием. Но умирает, все равно уже там терять им нечего. А у него где-то там завалялась банка с этим талиндамидом, и он решил дать ему талиндамид. Ну, он же не женщина, не беременна, никого рождать не собирается. Мужчина, да еще и умирающий. Ему сразу стало легче, он спокойно заснул, боль у него прошла. Оказалось, что это такое достаточно эффективное средство, которое помогает вылечивать больных проказом. Потом выяснилось, что талиндамид помогает и при некоторых формах рака. И сейчас его используют в некоторых случаях, он разрешен в продаже, его можно купить в аптеке. Но только, естественно, нужно жестко соблюдать инструкции. Женщинам определенный период его вообще нельзя принимать, а мужчинам надо принимать с учетом того, что в некоторых случаях он может вызывать серьезные осложнения. Воспаление нервов вот это такое, переведенческий нервит, это серьезные осложнения. Ну и, наконец, я расскажу, почему многие лекарства, которые продаются в аптеках, не работают. Ну, во-первых, доказано абсолютно четко, что не работают гомеопатические средства. Гомеопатические средства это очень-очень сильно разведенные в сотни тысяч раз лекарства, которых фактически нет действующего начала. У нас нет действующего начала, что это действовать они, конечно же, не могут. Да, прежде всего по этой причине. Ну, а часто говорят люди, а мне гомеопатия помогла. Проверяют. Да, действительно помогла. Почему? Потому что плацебо тоже помогает. Если только больной уверены, что оно ему поможет. Если вам дают таблетку, говорят, что она вот, это прекрасное лекарство, оно вам наверняка поможет, то в многих случаях она действительно вам поможет. потому что ваше настроение, ваше состояние, ваши эмоции влияют на ваш организм. Но это, конечно, не касается серьезных случаев. Если вы умираете, даже не умираете, а просто серьезно запалили, там раком, если вам грозит инфаркт, если вы болеете туберкулезом, то никакая гомеопатия вам никогда не поможет. Говорят, ну а как же, маленьким детям вот тоже помогает, а вот моей кошке помогла гомеопатия. Они же тоже знают, что мы ей даем, что это очень хорошее лекарство. Они же не понимают, что им дают, правда? Почему же в этих случаях плацебо действует? Я вам это объясню на примере. Я только забыл, откуда этот случай взят. Это был достаточно известный такой случай. Вот к одному психиатру, который лечил буйно помешанных больных вообще с тяжелой формой психических расстройств, пришли и говорят, вот у него замечательное новое психотропное средство, оно должно помочь вашим больным, попробуйте его давать. Говорят, ну хорошо, попробую, хотя там надежды мало, они там уже там пять лет вот в таком состоянии, ничего не помогают, ну давайте попробуем. И он начал давать ему эти таблетки, и прошел там, не знаю, месяц, ему приходят снова те, кто дал эти таблетки, он говорит, ну как, помогло? Да просто вообще какое-то замечательное чудодейственное средство, им стало настолько легче, они совершенно иначе себя ведут, вот теперь они все там такие спокойные, стали гораздо более добожелательными, им вообще можно так нормально разговаривать, да? Говорят, вот, да, прекрасно, только, вы знаете, это плацебо было. Что произошло? Николая, наверное. А они ничего не понимают, вообще не соображают ничего. Что произошло? Да. Ну, так как сам доктор знал, что он знал, что это лекарство, оно подействует, и он как эмоционально передавал им вот эти чувства, что... Конечно, он сам начал иначе на них смотреть, он стал по-другому с ними разговаривать, стал по-другому с ними общаться, да, и поскольку он верил, что это лекарство подействует, то он этой своей верой подействовал косвенно и на них, поэтому тут тоже нет ничего удивительного и есть работы, где изучают молекулярные механизмы и действия плацебо. Вы понимаете, что само плацебо ни на что не действует? Это просто мел. Какие молекулярные механизмы? Что же происходит в вашей голове при этом? Какие вещества выделяются тогда на меме плацебо? Как они действуют на состояние вашего здоровья? Все изучают физически, серьезно. Но, если вы проведете исследование гомеопатии и сравните его с плацебо вот по этим вот критериям, то гомеопатия во всех случаях будет действовать так же, как плацебо. Не лучше. Это понятно. Ну, а почему не действуют многие другие лекарства, а точнее неизвестно действуют ли они? Потому что они не прошли возбежащих клинических испытаний. Ну, вот самый известный пример это орбидон, который продается в нашей стране как средство против гриппа. И от его продажи получают гигантские суммы. Правда, видите, в последнее время продажи все-таки упали. Может быть, люди начали умнеть потихоньку. Вот он остается в перечне. Значит, он иммуностимулятор, противовирусный препарат. А на самом деле действует он или нет, неизвестно. Потому что результаты клинических испытаний не опубликованы, а на маленьких выборках они проводились у нас в Китае, не доказали эффективности. Врачи с этим пробовали бороться, но безуспешно. И тут вдруг начали появляться научные публикации о том, что это лекарство правда обладает противовирусной активностью. А какой противовирусной активностью? Пробедки, в 10 раз больше концентрации, чем она содержится в таблетках. А такой противовирусной активностью обладают и десятки других веществ. Поэтому по-прежнему непонятно, действует ли орбидон в клинических условиях, в терапевтических дозах. Но вот производители наконец-то спохватились и стали пытаться проводить эти клинические испытания. Опубликовали предварительные результаты. Но чем они этого не делали, конечно. Потому что работа эта опубликованная не соответствует в ходе мести в критериях, о которых я рассказывал. Короче говоря, это лекарство может быть действует, а может быть нет. Если оно действует, то оно, видимо, в очень небольшой степени эффективно. Если вы его пьете, может быть, вы выздоровеете 1 группу через 5 с половиной дней, а если не пьете, то через 6, можно говорить. И это не доказано. Никто не знает, так это или нет на данный момент. Ну и таких лекарств, к сожалению, в аптеках продается очень много. Стоят они далеко не копейки. В большинстве случаев они безвредные, а в некоторых случаях может быть и опасны. Опять же, это точно неизвестно. Поскольку я не специалист в этой области, то в основном я опирался на другие всякие фубликации. Вот есть замечательный такой сайт, к сожалению, уже не упокойного Александра Ильича Шкроба, он называется «Вивос Вока». «Вивос Вока за мужевых». И там опубликована в серии его статей «12 литров бесед о лекарствах». Очень вам рекомендую, если вас это интересует. Вот публикация о том, как надо проводить клинические испытания. А вот замечательная статья в троиском варианте международные лекарства Шепанчина про то, почему не работает и не может работать гомеопатия. Я вам тоже ее вполне рекомендую. Панчин, как работает гомеопатия.